Хоккеисты Лады попробовали себя в новой необычной роли садоводов-любителей. После утренней тренировки хоккеисты, тренерский штаб и генеральный директор команды Лада высадили деревья на территории ледового комплекса Лада-арена. Всего было высажено 10 молодых туй. Иван Шумилин расскажет обо всем подробнее. Хоккеисты и не на льду. Согласитесь, редко такое увидишь. Да, игроки и тренеры хоккейного клуба Лада отставили в сторону клюшки и коньки взяли лопаты и пошли сажать деревья. Вся команда разделилась на маленькие группы. Каждое дерево аккуратно и практически профессионально высаживали по 3-4 игрока. Помните, как наша команда обыгрывает своих конкурентов? В посадке деревьев все так же. Четко, быстро, уверенно и шайба в воротах. Простите, туя в земле. Мы очень много здесь проводим времени. Это как наш второй дом. Решили чуть-чуть здесь облагородить, озеленить территорию. Я думаю, нам, чтобы было приятно. И людям, которые будут приходить, будут с детками здесь прогуливаться. Тоже будет очень приятно. И видеть когда-то красивая территория. Генеральный директор клуба Александр Чеботарев и главный тренер команды Валерий Белов также с удовольствием приняли участие в таком важном деле. Акция по посадке деревьев – это не просто мероприятие для галочки. Это важный социальный проект. И как заверил нас генеральный директор хоккейного клуба «Лада» Александр Чеботарев, такие мероприятия будут проводиться в течение всего следующего сезона. Наши ребята – примет для подрастающего поколения. А это будет выражаться не только в играх, не только в тренировочном процессе, не только в режиме, который ребята будут соблюдать постоянно, но и в всякого рода мероприятиях, которые направлены на укрепление семьи, здорового образа жизни. Конечно, мы будем здесь… Мы себя рассматриваем именно как флагманом этого направления. Задача выполнена – деревья посаженные. Теперь болельщики хоккейного клуба «Лада», приходя на игру, смогут любоваться новыми деревьями и красивой ухоженной территорией «Лада-арены». Иван Шумилин, Александр Туровский. Новости Тольятти.